Очень смешной год, потому что мне кажется, что от ужаса, что человек, у которого трое детей, никогда в жизни не сможет больше сделать ничего по работе. Я примерно от ужаса сделала по работе примерно вдвое больше, чем за последние лет пять. У меня вышла книжка, мы закончили альбом и выпустили его, мы с Сашей придумали программу. Ну, в общем, еще там вышел рассказ в благотворительном сборнике, фонд «Подари жизнь» попросил стихотворение, написала. Ну, короче, тут вот миллион всего как-то так соединилось, видимо, от паники, что человек просто закупорен теперь будет в своих банках, не знаю, в детском питании и всем прочем. Вот оно, что было. То есть это как бы еще забавно происходит, что человек мучительно придумывает какой-то текст, обкатывает с четырехмесячным человеком на руках и пятилетним за руку идет, пытается допридумывать, пока не разразилась очередная какая-нибудь катастрофа. Значит, если шмели купцы, то астры для них шатры, вдоль мостков над водой столбцы танцующие мышкары, войско яростных георгин, зашедшие в никуда, я был тем, и я был другим, а это здесь навсегда. И я тут жил, а потом и сейчас вывелся днем одним в розовый на восходе лес или грозу над ним, и я шел берегом этих роз и отмелих босиком, пока весь не вышел и не порос крапивой и восьмком. Я знал, Господь, что ты музыкант, но акварелист такой. Я побуду теперь, закат ставший сплошной рекой, терракотовая кайма маленьких облаков, раб расколотого ума сдернул и был таков. Я был баловень, хитрован, но тут у тебя война. Я не понял, зачем я зван, но я получилась полна. Я видел много, покуда вниз катился, болел и слеп. Можно я сделаю с барбарис, клевер и бересклет? Я ждал пламени посреди того, кто сорвет засов, того, кто выпустит из груди свору голодных псов, но тон мой, видимо, рисковат для тех, кто пришел жалеть, и никто не вызвался рисковать, и больше я не жилец. Поэтому я иду сквозь туман, вникая в его закон. Мне нужно найти мелкий шов, карман в тумане пейзажа и выйти вон, бросить тело, вплестись, как нить, в воздух над резидой. Лечь на спину и вдруг поплыть кувшинками над водой, потому что мой день угас, и ветер унес листы. Время пополнить за собой запас целительной пустоты. Лечь высоко, будто в кровать пылающим лбом кручу, и дать стечению себя разъять на ряску и чешую. Значит, если шмели купцы, то астры для них шатры, вдоль мостков над водой столбцы танцующие мошкары. Войско яростных керкин, зашедшее в никуда. Я был тем, и я был другим, а это здесь навсегда. И я тут жил, а потом исчез, вывелся днем одним, в розовый на восходе лес или грозу над ним. И я шел берегом этих роз и от мелей босиком, пока весь не вышел и не порос крапивой и васильком. Я знал, Господь, что ты музыкант, но акварелист такой. Я побуду теперь закат, ставшись сплошной рекой. Терракотовая кайма маленьких облаков, Раб расколотого ума сдернул и был таков. Я был половинь хитрован, но тут у тебя война. Я не понял, зачем я зван, но я получил сполна. Я видел много покуда вниз, катился, болел и слеп. Можно я сделаюсь? Барбарис, клевер и бересклет. Я ждал пламени посреди того, кто собьет засов, Того, кто выпустит из груди свору голодных псов. Но тон мой, видимо, резковат для тех, кто пришел жалеть. Никто не вызвался рисковать, и больше я не жилец. Поэтому я иду сквозь туман, вникая в его закон. Мне нужно найти мелкий шов в карман, в пейзаже и выйти вон. Бросить тело вплестись, как нить, воздух над резетой. Лечь на спину и вдруг поплыть кувшинками над водой. Потому что мой день угас, и ветер унес листы. Время пополнить собой запас целительной пустоты. Лечь в осоку, будто в кровать, пылающим лбом к ручью. И дать теченью себя разъять на рязку и чешую.